Мы выяснили, как задается образующими соотношениями группа перестановок. Согласны? Согласны? Отлично. Теперь давайте поймем, как же все-таки строго завершить доказательство того, что, помните, я в прошлый раз выписал такой вот хитрый внешний автоморфизм группы С6. Давайте я напомню, там была такая формула замечательная, значит, формула была такая. Если у нас есть транспозиция 1-2, то она переходит в номер, здесь я дуждаюсь в картинке, потому что иначе я ее буду представлять себе, нет, я, конечно, справлюсь, представить ее несложно в голове, но лучше, если вы будете понимать, откуда я это беру. Единица в центре, а здесь так, здесь вот 3-6, здесь 4-5, да, здесь вот 3-6, 3-4-5. Ну и, соответственно, цикл 1-3 отображается в 1-3, и перпендикулярные к нему 2-4 и 5-6. Цикл 1-4 отображается в 2-6 и 3-5. И цикл 1-5 отображается в 2-3-4-6. Ну и, наконец, 1-6, перпендикулярные к нему 2-5-3-4. Так, 2-2-5-3-4. То есть, господа, смотрите, что я сейчас хочу сделать. Я хочу вот этот элемент обозначить C1, C5, и хочу доказать, что для этих элементов выполнены те самые заношения. C1 в квадрате, это что такое? Это очередные, дождесные переставления. Почему? Потому что C1, переставляя, что это 1-2, это C1 в квадрате в обращении. Вот, замечательно. То есть, C1 в квадрате, все замечательно. А маленькая проблема у меня в разрушении. Я сейчас выписал систему образующих, когда у всех транспозиций есть один общий элемент. А между тем, мне-то что нужно было? Помните? 1-2, да? 2-3. 3-4, 4-5, 5-6. Я выписал не те элементы. Ну, формально ничего плохого еще не сделал. Потому что вообще-то никто мне не мешает переписать. Для того, чтобы переписать, что я должен сделать? На самом деле, 1-2 остается на месте. Правильно? У меня должна возникнуть перестановка 2-3. Должна возникнуть перестановка 3-4, 4-5 и 5-6. На самом деле, это очень легко. Для того, чтобы это понять, давайте, в принципе, поймем, как получить перестановку 2-3 из перестановок 1-2. Чтобы поменять местами двойку стройников, на самом деле, можно сделать так. Можно взять перестановку 1-3, умножить на 1-2 и с этой стороны тоже умножить на 1-2. Я не знаю, это понятно или нет? Это называется сопряжение. Ну, посмотрите, вот здесь 1 переходит в 2, а потом 2 переходит в 1. Кризис 1 в 1. Двойка перешла в единицу, а потом в тройку. Замечайте, как это надо. Тройка перешла в единицу, а потом в единицу. Посмотрите, действительно, так оно и есть. Значит, если меня на самом деле интересует, во что это переходит, то я должен сделать очень простую вещь. Я сейчас должен написать вот эту штуку, легко, 1-2, 3-6, 4-5. После этого я должен написать, во что переходит 1-3. 1-3 переходит в 1-3, 2-4, 5-6. И после этого опять написать, во что переходит 1-2. В 1-2, 3-6 и 4-5. Замечательно. Ну, а теперь просто посчитать. Смотрите, ребята, единица перешла в двойку, потом в четверку, потом в пятерку. Единица в пятерку. Так, пятерка в четверку. Здесь, здесь, здесь. Четверка в двойку. Двойка в единицу. Ну, все правильно, пятерка в единицу. Вообще, если честно, я понимаю, что циклическая структура будет такая же, потому что это называется переход к сопряженной. А есть такое замечательное правило, когда переход к сопряженной, но на самом деле циклическая структура при становке не меняется. Так, ну хорошо, берем двойку. Двойка, значит, здесь она перешла в единицу, потом в тройку, потом в шестерку. Так, и теперь берем тройку. Тройка перешла сначала в шестерку, потом в пятерку, потом в четверку. Ну, все, три в четыре. Замечательно. Для того, чтобы дальше не считать, разрешите мне, пожалуйста, все-таки нарисовать картинку, и мы на ней все увидим. Тот же самый замечательный пятиугольник. В центре единица, здесь два, три, четыре, пять, шесть. Итак, два, три, давайте я выделю такую волнистую линию, во что оно перешло? В, смотрите, один, пять, два, шесть и три, четыре. Все увидели? Когда у вас есть такая штучка, рядом, расположенная, то она перейдет в отрезок напротив и по бокам. Отлично. Три, четыре куда перейдет? В один, шесть. Два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять, совершенно верно. Два, три, четыре, пять. Отлично. Четыре, пять во что перейдет? Один, два, три, четыре. Один, два. Три, четыре, пять, шесть. Три, четыре и пять, шесть. А куда 5, 6 перейдет? 1, 3, 4, 5, и 2, 6. 4, 5, и 2, 6. Ну, отлично. Вот теперь уже действительно я беру вот эти вот... Давайте по-другому подначу. Скажем, это у меня будет D1. Вот это у меня будет D2. D2, D3, D4, и D5. Отлично. Ребята, то, что они в квадрате равны единице, абсолютно очевидно. А вот дальше надо делать следующее. Надо, во-первых, проверять, что D1, D3, D1, D4, D1, D5 коммутируют. Во-вторых, надо проверять то самое дождество КОС. КОС, D1, D2, D1 равно D2, D1, D2, и так далее. Значит, господа, я не хочу превращать эту лекцию в такую счет на доске, потому что любому из вас понятно, что если надо будет, то вы это проверите. Правда? То есть мы уже перешли к ситуации, когда вы понимаете, как все это считается, и вот, и при желании вы это проверите. Но, одну принципиальную вещь я объяснить должен. Значит, смотрите, после того, как вы представьтесь, мы потратили там, знаете, 10 минут, или даже 20, просчитали все это, убедились, замечательно, проверили. На самом деле, еще не все будет сделано. Еще не все будет сделано по одной из следующей причин. Потому что я смогу просто ему сказать, слушайте, конечно, у вас есть соотношение, у вас есть образующее. Значит, вы построили отображение из симметрической группы на 6 элементах в нее саму. А докажите-ка, пожалуйста, что вы при этом построили отображение взаимно-однозначное. А вдруг у вас, вообще, группа на 6 элементах, сколько содержит элементов? 720 штук. Вдруг у вас образ этой группы не 720 элементов, а, например, 60. Или образ состоит, вообще, из 30 разных элементов. Вы скажете, да слушайте, да вот я уже понял. Ну хорошо, ну хорошо, ну не 60, ну не... А вдруг 360. Поняли, о чем я говорю? И тут вы станете выписывать разные элементы, объяснять, что не бывает. Да? Хотелось бы как-то научно объяснить, почему уж, если вы построили гономарфизм из группы S6, почему на самом деле он является обязательно изомарфизмом. Субтитры создавал DimaTorzok.